Сейчас мы в павильоне Power Machinery, то есть здесь все посвящено двигателям и генераторам в основном. Тут можно посмотреть, наверное, большинство таких крупных и средних производителей. Но сейчас вот мы на стенде Lefano. Можно посмотреть еще раз, что скоро появится уже новое поколение двигателей. Вот небольших, да, которые будут использоваться в мотособаках в основном. Это двигатель КП-270. Ну, на самом деле у Зонгшин давно уже есть двигатель 270, GB-270. Ну и у Lefano тоже он должен появиться в ближайшее время. Можно еще интересную такую штуку посмотреть. Это вот такие вот power станции, да, как правильно называются они, не знаю по-русски. И у нас в России пока какая-то мода на них еще не пришла, но в продаже они уже есть, конечно. При необходимости там можно купить без проблем. Lefano, может быть, не специализируется на этих станциях, но на самом деле это такая хорошая альтернатива генератору бензиновому. И вот, например, в этом году мы там путешествовали по Индии, если помните, или вот в Китае здесь, если едешь на поезде, то можно увидеть, что такие станции используются, по сути, уже повсеместно. Они питаются от солнечных батарей и от таких ветряков. Ветряки бывают совершенно разного размера, как и вот те, которые мы там видим где-то в фильмах, да, так и те, которые попроще и вращаются уже в горизонтальной плоскости самой разной мощности. То есть они, соответственно, заряжают вот такого рода батареи, они тоже бывают разными. Но там напротив можно посмотреть стенд, там выбор побольше. Если зума хватит, попробуем навести. Вот там видно тоже, что стоят такие же станции. Они заряжаются уже от ветряка или от солнечных батарей. Ну и, соответственно, выдают энергию в течение там какого-то времени. Днем, если, например, солнце хорошо светит, они заряжаются, потом можно эту энергию использовать. Ну, проще говоря, ток электричества. Также, соответственно, здесь есть и станции, которые нагревают воду. То есть это вот если ехать по частному сектору здесь, Китая, или, наверное, в большинстве стран на юге уже так, да, то есть в азиатских странах, потому что здесь солнце в избытке. На крыше можно увидеть, стоят такие станции по нагреву воды. То есть там трубочки, проще говоря, что-то типа радиатора, про них бежит, соответственно, вода. И они имеют там фотохромное покрытие, то есть такого черного цвета. И эту воду нагревают. То есть, на сути, получается такой относительно недорогой источник энергии для того, чтобы нагревать воду для дома и для того, чтобы пользоваться электричеством. Сейчас это вот уже используется здесь, в Азии повсеместно. Ну, у нас в России пока еще, собственно, это редкость, потому что у нас солнца не так много, как здесь. Ну, и, не знаю, воду нагревать на крыше пока тоже, наверное, не актуально. Тем более, сейчас у нас будет полгода просто зимы. Вот здесь можно посмотреть, что выставка продолжается и на улице. То есть здесь огромные такие быстровозводимые павильоны. Это, по сути, уже для тех, для кого место по каким-то причинам не находится в таких постоянно действующих павильонах серьезных. То есть здесь организована еще вот такая зона на улице. Ну, если хотя бы вот эти павильоны, они закрыты, в них находится бесчисленное количество производителей триммеров, вот как мы там видим, мотоблоков и всего чего угодно. Вот здесь можно посмотреть, наверное, больше видно. Очень много производителей именно такого небольшого сельскохозяйственного оборудования. То вот здесь, например, уже открытая часть выставки, она без кондиционирования. И тут, ну, сегодня, может быть, не так жарко, игрался в 25-26, а бывает, что в 32, тогда, конечно, им не позавидуешь. Потому что здесь находиться без кондиционера долго очень затруднительно. Ну, вот, кстати, интересный стенд Шинерей. То есть тут у Шинерей, наверное, 3 или 4 стенда по всей выставке. Здесь можно увидеть, что Шинерей до сих пор тоже, так же, как и Зонгшин, например, имеет, так же, как и Лифан, имеет подразделение, которое занимается сельскохозяйственным оборудованием. То есть здесь вот можно увидеть мотоблоки Шинерей очень своеобразного цвета, если камера может его передать. Ну, а дальше, соответственно, тут тоже есть и трактора, и какое-то другое сельскохозяйственное оборудование специализированное уже. И в основном оно, конечно, даже не для России, а для каких-то других стран, в которых сельскохозяйственное, наверное, ведется немножко по-другому. Тут есть вот машины для обработки рисовых полей, там, уборки риса и всего прочего. Вот Лаволь, кстати, интересная штука, то есть это вроде бы производитель тракторов, но на самом деле они сейчас тоже начали производить и мототехнику. То есть такие электрические, по-моему, скутеры появились у них, и идет рекламная кампания в Китае этих скутеров. Ну, пока модельный ряд небольшой, то есть это, наверное, такая у них проба, да, то есть они хотят попробовать новое направление. Вот, например, павильон, который называется New Energy Vehicles, что-то такое, то есть транспорт на новых источниках энергии. Ну, тут на самом деле не так много электрических машин, тут все сразу как-то вот павильон, кому что досталось, судя по всему. Ну, вот интересный, да, стенд, например, то есть Zinpeng. Мы знаем его как производителя электрических трициклов, не раз где-то, наверное, у нас в канале были такие ролики грузовых трициклов. Ну, а здесь вот у них стоят электрические автомобильчики различные, в основном недорогие. Конечно, в Китае, наверное, Zinpeng, может быть, даже, не знаю, в десятку-то точно не входит, не знаю, на каком он месте. То есть это небольшой всего лишь производитель электрики, электрических машинок. Здесь каких-то более крупных стендов, ну, не знаю, вроде бы нет. То есть в основном какие-то производители это небольшие. А специализированные выставки, которые посвящены авто, то есть это, например, в Шанхае, которая проходит, там можно посмотреть уже, конечно, во всем масштабе, что из себя представляет автопром китайский. Там выставка, наверное, ну, поменьше, может быть, чем здесь, но тоже она просто огромная по своим масштабам. Вы когда-нибудь видели электрический тягач, ну, или, проще говоря, КамАЗ? Ну, тут вот на стенде Sinatrack, ну, или Howa, да, можно посмотреть, что он из себя представляет. Вот видите, такая маркировочка EV. Или как водители еще называют, башка, в которой цепляется уже полуприцеп. То есть вот, зацените масштаб батареек. Судя по всему, здесь есть и генератор, хотя, хотя это не точно. Ну, собственно, вот она обычная такая голова, но уже электрическая. Можно посмотреть вот этот электрический автобус. Честно говоря, не знаю. Наверное, люди, которые занимаются автобусами, знают этого производителя, но мне это название неизвестно. Тут можно посмотреть, что это автобус на 34 человека, посадочных мест, и он чисто электрический. Ну, а рядом стоит вот еще такой мини-вэн, надо сказать, или проще говоря, газель, только тоже электрическая. На 9 человек, как мы видим. Максимальная скорость 100 км в час. Снаряженная масса 3,5 тонны.